Поздравляю Ростов с победой, мне эта команда очень нравится тем, что умеет добиваться результата, что и прозросло сегодня, потому что не имея ни одного момента голевого там с игры, выиграли 1-0 и считаю выиграли заслуживание. Спасибо, вопросы. Скажите, сегодня у вас, в общем-то, наверное, не очень получилась культура, так как у вас происходит, с чем это связано? Опасались Ростова, если выходить не вперед? Ну как опасались Ростова? Конечно, мы опасались. Все-таки это команда, которая заняла в прошлом году второе место в прошлом сезоне и сейчас борется за выход в Лигу чемпионов. Это сильная команда. Просто у нас не получалось. Это Ростов, наверное, так сыграл в акцентах. У нас такие есть кадровые потери. Из пяти крайних полузоседников, к сожалению, у нас трое травмированные, поэтому, может быть, и там Баба не на своем месте играет, и Ефремова можно было бы там где-то поменять и более там качественно играть. Но не получилось. Еще вопрос. Представляете, называется издание. Не смогу сказать, правда. То есть, тут у вас тоже мнение, что премьер-лиги, я-то, чуть ли не легче играть, чем в первом дивизионе. А в первом матче что скажете? Какое ваше мнение? Я не знаю, чье это мнение. Я-то, футбол, а больше меньше борьбы, как вы видите, не больше. Я бы не сказал, что меньше борьбы. Такой борьбы мы не видели, как в первом тайме, когда один из футболистов там соперника косил всех подряд в первом тайме и не получил желтой карточки. Для меня это откровение. Потому что я долго в ФНЛ, у нас за это уже там, наверное, удалили. А сегодня удалили у нас во втором тайме, потому что за каждое нарушение нам давали желтую карточку, как бы два момента, удара после свиска по ногам. Ну, мне кажется, все-таки это было две красные карточки, на мой взгляд. Поэтому я бы не сказал, что борьбы меньше. Борьба сегодня была и команда Ростов такая, которая ищет эту борьбу. Но и мы такие же. Мы не уступаем, и не уступили, и не будем уступать. Схема игры Ростова, да, в принципе, достаточно известна, потому что сезон она не очень-то изменилась. Это все тренеры знают, в том числе и вы, из Галана. Как, что вы готовили для Ростова, и для этого последнего? Можете рассказать, чего вы хотели? Ну, схема очень известна. Схема, в принципе, очень проста. Футбол очень простой. Но я еще раз говорю, Ростов добивает результата, значит, они играют по этой схеме, да. И при том они обыгрывали и не только дебютантов в прошлом году, а всех тут прибили, да, по-моему. Поэтому схема, схема, но надо уметь. Как мы готовились, но это надо долго сидеть, разговаривать за чашкой чая, да, наверное. Поэтому я, наверное, не буду рассказывать, как бы оставим это при себе. Но в целом то, что мы хотели, как сыграть в обороне, у нас это получилось. Еще раз повторю, на мой взгляд, практически ни одного момента с игры не было, да только стандарты. Чего мы опасались, потому что команда уж очень высокая, но в целом бы даже с этим справились, а забили нам со стандартом, но с рикошера. Поэтому как бы очень обидно, не имея ни одного момента в свои ворота, проиграть с одной стороны. С другой стороны, еще раз повторяю, Ростов такая команда, которая может добиваться и умеет добиваться результата при минимуме моментов. Спасибо. Есть еще вопросы? На ваш взгляд, переносы в Ростов это лучше, чем, если мы сейчас играли в эфире? Конечно, лучше. И самое интересное, что мы первые обратились к Ростову с этой просьбой, зная, что вам играть в Лиге чемпионов. Да, уже очень давно, я не знаю, по-моему, на словах получили отказ, я не знаю, но в целом-то я очень рад, что мы сыграли здесь. Это и Ростов очень там правильно, наверное, и в преддверии там игры ответной с Эндерлехтом, да, но и нам тоже. Стадион у нас готовится и подготовили бы даже к сегодняшней игре, но у нас еще есть неделя в запасе, и мы остальные игры, как вы слышали, будем играть на своем стадионе в Оренбурге.